Более тысячи жителей округа присоединились к всероссийской акции «Библионочь-2014». Такого количества посетителей за один вечер в Центральной библиотеке еще не было. Темой акции этого года стал литературный круиз в сумерках. Библиотека превратилась в огромный книжный теплоход, пришвартовавшийся на улице Победы в Наринмаре. Под звуки рынды в библиотеку словно волны врывались люди. Нескончаемым потоком сюда шли все, для кого слово «книга» — не пустой звук. Импровизированный теплоход отправился в ночной круиз ровно в 7 часов вечера. Все гости «Библионочи» распределились по палубам. Нижняя превратилась в пиратскую бухту. У нас сразу пришла идея, связанная с пиратами, потому что детям очень нравится сейчас то, что их волнует, то, что интересно, что-то необычное. На средней палубе в кают-компании команды гостей показывали эрудицию и начитанность в интеллектуальных играх. Лоцманы книжных морей и что, где, когда. А в соседней краеведческой гавани устроили настоящий шторм. Здесь гостей встречал сам Айвазовский с приглашением поучаствовать в игре «Девятый вал». Я игру придумала, чтобы немножко познакомить с краеведческими данными, с краеведческим материалом. Все вопросы касаются нашего края. Вопросы сложные. Самым оживленным в этот вечер стал третий этаж библиотеки, или, как его называли, верхняя палуба. Здесь открыли салон лицедеев, раздавали поделки из шаров и дарили гостям уроки мастерства по плетению коз и завязыванию платков и галстуков. Если необходимость таких мероприятий, то наплыв людей, которые здесь сейчас, он говорит сам за себя, конечно же, есть. Во-первых, это и полезно, и весело в то же время. Тишина в библиотеке наступила только после полуночи. Следующая литературная бессонница опустится на Нарьенмар только через год. А уже спустя месяц горожан ждет еще одна всероссийская акция «Ночь в музее». Екатерина Гончарова, Леонид Шишлов, Леонид Липунов, Телеканал Север.